В грузовом автопроме время бежит медленно. Этот EVK Daily представили в 2014 году, а сейчас он пережил модернизацию. Модернизация вышла скромной, но толковой. Передний бампер сделался трехсекционным, так что при легких столкновениях ремонт обойдется дешевле. Фары стали светодиодными, при том эффективность ближнего и дальнего света выросла на 12%. В салоне появился приплюснутый снизу руль. Такая форма удобна, когда водителю приходится постоянно вылезать из кабины, а потом забираться обратно. Панель приборов украсил небольшой цветной дисплей, а место стандартной магнитолы занял крутой медиакомплекс. Техника EVK всегда славилась своим комфортом, а в новом Daily этого комфорта стало еще больше. Чего стоило одно только подрессоренное сидение водителя. Такое стоит во всех комплектациях, включая базовую. А вот за разнообразных электронных ассистентов, ради которых инженеры внедрили электрический усилитель руля, придется доплачивать. К слову об оплате. Машины итальянской сборки стоят около трех миллионов рублей. В рамках ланча был заказан достаточно большой ланч-сток автомобилей для того, чтобы насытить первую потребность потребителей в новом продукте. Поэтому в настоящий момент, в текущий момент, я считаю нас счастливчиками, у нас будет в наличии автомобили. Проще говоря, дефицита товарных машин быть не должно. Во всяком случае, на ходовые версии. А ведь маленький EVK имеет массу исполнений, предлагая выбрать длину кузова, объем грузового отсека, размер колесной базы, а также полную массу. Кроме того, в гамме присутствуют двухрядная кабина, двухскатная ошиновка и автоматическая коробка. Дизельных двигателей по большому счету два, объемом 2,3 и 3 литра, но они перекрывают диапазон мощностей от 136 до 210 сил. Ну а закрепить у Спехдейли должна вариативность, ведь появление метановой версии просто обязано подстегнуть продажи. Да-да, итальянцы решились предлагать метановый вариант. Под его капотом скрывается трехлитровый силовой агрегат отдачей 136 сил. И к нему, помимо механики, также предлагается восьми диапазонная коробка ZF. Что касается соперников, то единственным рамным конкурентом была и будет нижегородская «Газель». И с выходом свежего поколения NN давняя конкуренция, разумеется, станет острее.